В ГСТК к субботнику подготовлено. Вот заготовлены 100 тысяч мешков, метла. Самый популярный инвентарь в ходе акции – мешки и метлы. Их требуются тысячи. Менее нужная лопата и грабли исчисляются в сотнях. Есть и штучный товар с десяток ножовок и три топора. В них нуждаются гораздо реже, чем, к примеру, в черенках. Последних на складе с запасом. Это то, что портится в первую очередь. Хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться к жителям, чтобы более бережно относились к инвентарю. То есть, сколько взяли, столько сдали. Или, бывает, бросают. Закончили субботник, бросили, не вернули часть инвентаря. Вот это вот приходится все закупать заново. Вывозить мусор после субботников на полигон бытовых отходов будет техника ГСТК. Если организации задействуют свои авто, им стоит заранее сообщить об этом в отдел благоустройства управления ЖКХ. Иначе мусор на полигоне не примут бесплатно. Общегородскую уборку будут тщательно контролировать. Особенное внимание обратят и на стройки. Обустройство помывочных площадок, чтобы машины не вытаскивали грязь на улице города. Это первое, наверное, самое главное. Второе – это организация въезда и выезда со строительной площадки. Даже если площадка от помывки есть, а с помывочной площадки съехали и поехали по грязи, то все равно вытаскивают. Жителям многоквартирных домов, которые хотят поддержать чистоту в своем дворе, за инвентарем стоит обратиться в свою управляющую компанию. Направили информацию в управляющие компании. Все они подтвердили свое участие. 47 у нас писем пришло. Согласно их писем, то есть уборка будет осуществляться во второй декаде месяца. Будут выходиться как и плановые проверочные мероприятия, так и внеплановые. То есть по обращениям жителей и будет, наверное, разработан график по управлению. То есть будут выезжать, смотреть, как содержится придомовая территория. Заявки на инвентарь и вывоз мусора от организации принимают по трем номерам, что на ваших экранах. Сегодня о своем участии сообщили шесть организаций. Первым на уборку в четверг выйдет 47 детский сад.